Привет всем друзья, сегодня с вами снова я Владимир И это черная склинка специально для группы ВКонтакте Visonic Vipad 7 Если вы смотрите нас на ютубе, подписывайтесь на канал и комментируйте Вступайте в нашу группу, ссылка будет в описании к видео И сегодня поговорим о такой проблеме, как оптимизация работы нашего процессора Итак, что нам потребуется? Нам потребуется программа Antutu KPU Master Она совершенно бесплатна Можно поставить ее через веб-маркет, либо через маркет на планшете Android Ссылка будет в описании к видео на веб-версию маркета Вот такая вот программка, у нее есть свой собственный виджет Такое вот у нее оформление В принципе ее оценивают довольно хорошо, как вы видите, 5 звезд Средняя оценка 4,3 балла Что она позволяет, сейчас мы увидим Вот такая вот у нее иконка Она загружается и смотрим Она регулярно проявляется в свою версию На данный момент у нее новейшая Итак Значит, максимальная работа частота нашего процессора составляет 600 МГц Минимальная порядка чего-то там 122 Как вы видите, у меня и не максимальная частота, и не минимальная Сейчас я объясню, как вам выбрать Вашу частоту процессора непосредственно под ваши требования Ну а перед этим немножко Небольшой такой экскурс, чтобы понять, что вам нужно и для чего вам это нужно Итак, давайте посмотрим диспетчер задач Вот так вот работает мой центральный процессор У меня два ядра 2,4 МГц Частота И вот мы видим, что постоянно меняется нагрузка на процессор С чем это связано? В принципе, такая же ерунда и в андроидах Если мы запускаем какое-то ресурсосъемка приложения То загрузка центрального процессора увеличивается В данный момент я снимаю видео И у меня запущено несколько браузеров Браузеров, в кэш которых уже, наверное, там поднялся Да, вот вы видите, 400-300 МГц Итак, то же самое происходит и в андроиде То есть, давайте посмотрим Сейчас мой планшет использует 480 МГц Теперь 320 То есть, эта частота постоянно меняется Итак, если вы... Сейчас поговорим о том, как бы... Из чего исходить следует ли вам менять частоту процессора Итак, минимальная инженерная частота процессора Для работы с лаунчером Android Стандартом и просмотра виджетов составляет Я специально себе записал 245 МГц То есть, если вы используете стандартный лаунчер И не хотите видеть какую-либо задержку При входе в меню приложения Либо при, как сказать, пролистывании меню Перемещаясь по настройкам, по окнам самих приложений Вам следует выставить минимальную частоту В 245 и 76 МГц То есть, с такой частотой и со стандартным лаунчером Гарантировано, что у вас не будет тормозить меню Если у вас лаунчер нестандартный, как у меня Допустим, и X-лаунчер Sense-лаунчер и так далее То вам стоит выставить частоту В 320 МГц Также теперь посмотрим, для чего нам нужна максимальная частота Я выставляю максимально на 480 МГц, потому что, в принципе, я уже очень давно не играю Но я думаю, вы и так это поняли, потому что новых обзоров не появляется Большую часть времени я работаю И 480 МГц вполне хватает для Закрываем пальцы Прочтение книг Ну, просмотра книг Для путешествия по интернету Для просмотра комментированного видео Если вам интересно, как это сделать, посмотрите в топике Олега в группе Он все подробно расписал Также для просмотра фотографий Общения через мейл-агент Для звонков в Skype Частоты 480 МГц хватает с головой Другое дело, если вы хотите поиграть В таком случае вам следует выставить частоту на 600 МГц И минимальную частоту тоже на 600 МГц Жмем применить Все Теперь наш процессор будет работать на максимальной частоте При этом ничего меняться не будет Так, применить следует нажимать два раза Потому что вначале применяется максимальная частота А потом уже минимальная То есть два раза применить И все Теперь мы можем посмотреть, как это будет очень быстро летать То есть вы уже неоднократно смотрели мои записи скринкастов через VLC сервер Теперь посмотрите, как это все происходит с максимальной частотой процессора Все просто летает, у вас почти никаких задержек Ну, из-за исключения того, что это скорость передачи То есть у меня меню просто летает Очень быстро Все работает очень здорово То есть никаких абсолютно тормозов нет Это потому что процессор работает на максимальной частоте Если вы частоту не выставите на максимальную То знайте, что по умолчанию В любой момент, когда не запущено какое-либо ресурсоемкое приложение И у процессора есть возможность сэкономить свой заряд батареи Она всегда будет скакать Сейчас я вам это продемонстрирую наяву То есть как это выглядит Выставим минимальную на 122 А максимальную на 600 Жмем применить И вот теперь просто понаблюдаем за процессором То есть сейчас частота 600 480 Вот обвинул пальцем и переместил изображение Уже стало 600 Если подождать, то частота будет меняться и до 122 И 245 И так далее То есть частота процессора постоянно скачет Если вы играли в Worms Я вот делал обзорную игрушку Worms Вот сейчас допустим 320, 5600 Почему 600? Потому что запущено это приложение Которое постоянно обращается к процессору И в принципе он в таком загруженном состоянии Если допустим мы выйдем из вообще меню То есть сейчас уже вам видны задержки Которых не было до этого Потому что процессора, частота процессора гуляет Так, опять 600 МГц Итак, если выставить и минимальный ползунок И максимальный ползунок на 600 МГц То в игрушку Worms можно играть и с хорошей графикой То есть не нужно будет снимать с ползунка Вот это в настройках слабая графика Оно будет работать вполне комфортно Ведь фишка в чем? То есть даже если вы запускаете какую-то игрушку Не факт, что ваш процессор будет работать Постоянно с частотой максимально допустимой для игры Все равно она будет скакать То же самое вы можете посмотреть и с Windows То есть запущая допустим кризис или еще какую-нибудь игрушку Процессор все равно будет скакать Он не будет работать на какой-то планке максимальной То же самое и с нашим планшетом То есть в принципе, как я уже сказал Я вам советую выставить 320 и 480 для просмотра фильмов Конвентированных, работы в офисе Ну, работы с офисными пакетами Путешествия по сети, общение по скайпу, аське агенту И оба выставить ползунка на 600 Если вы хотите играть В принципе, потом можно снова выставлять на стандартные 320 и 480 В принципе, я думаю, я и так все очень подробно расписал Что и как это делать Но я вам показал именно, как сказать Изменение частоты процессора вручную Теперь давайте снизим все ползунки на стандартные по умолчанию Применяем И смотрим, какие есть режимы Если вы, допустим, боитесь делать это самостоятельно Заходим в режимы И давайте посмотрим, какие есть Говорю сразу Вот conservative и user space я никакой разницы в них не заметил Он demand, эта частота потребует То есть, если игрушки потребуют больше, чем минимальная частота И на данный момент рабочая То процессор самостоятельно будет увеличивать свою частоту Как это вы уже видели в этом зеленом окошке Но, почему бывает такое, что игра работает нормально Но все равно по каким-то необъясненным причинам она лагает Хотя в целом она работает плавно То есть, такие непонятные лаги Это означает, что вот Это связано с тем, что частота процессора в какой-то момент понизилась А потом снова встала на нормальную Но так как у нас не самый быстрый процессор Всего-навсего ARM6 То этот шкачок для пользователя заметен Он может быть и заметен для машины Ну, для планшета Для наших глаз это вполне заметно Поэтому, выставив 600 на 600 Вы можете гарантировать себе Если игра поддержит наш планшет 100% нормальную производительность Именно в плане вот этих потери кадров Также PowerSafe, он выставляет значение на минимальное самое И Performance выставляет все значения на максимальное В принципе, я считаю, что Если вы не очень хорошо разбираетесь с планшетом Я вам советую выставлять значение вручную Как это делаю я Если вы побаиваетесь То можете делать по требованию Итак, что теперь еще следует отметить Поговорим о цифрах Чтобы, ну как, все стало на свои места Я специально сделал такую себе заметочку То есть, минимальная частота, с которой работает стандартный лаунчер Это 245 320 это частота, с которой работает Уже модифицированный лаунчер Допустим, как в моем случае 856 это максимальная инженерная частота нашего процессора И 729 МГц это частота, с которой рекомендуют разгонять Как сказать, процессоры ARM6 Чтобы не Как сказать, чтобы Не было риска перегреться Либо убить свой процессор В принципе, частоту процессора можно менять Но для этого необходимо поменять стандартное ядро Своей прошивки На кастомное Но почему я вам это не советую делать Потому что, вот, уже в топиках писали В нашей группе Почитайте, если вам интересно Что это не совсем, как сказать, ну Нормальная процедура И протекает она не очень корректно Также я могу вам сказать, по своему опыту У меня смартфон LG GT 540 Optimus Наверное, который уже является рекордсменом Рекордсменом по кастомным прошивкам И вот из всех этих прошивок, что я смотрел Я заметил, что вот, наверное, из всех нормально Можно отметить всего работающих три Потому что в одном не работает GPS модуль Во втором радио В третьем камера работает нестандартно Четвертая вообще постоянно Там через два часа уже разряжается полностью То есть все эти кастомные прошивки В принципе не нужны Ну вот я вам сделал такой маленький обзор После этого процессор будет Ну как, после этого процессор будет работать Именно под ваши требования И девайс никаким образом тормозить не будет Спасибо всем, что смотрели меня С вами был Владимир Подписывайтесь, комментируйте И мы ждем вас в группе ВКонтакте Весонник и Патс 7 Субтитры делал DimaTorzok